Я не играю, я живу. Это способ жизни. Всё, что было сделано вплоть до прошлого месяца и до нашей встречи, это всё была учёба. И какая миссия, боже мой, ну что же я это? Данко? Ну, наверное, для других, конечно, жить приятнее, потому что чем больше ты живёшь для других, тем больше ты от них же и получаешь. Ну, живу я, дышу я. Если кому-то приносит немножко тепла и счастья, я счастлив. А вам приносят? Ну, я живу. Андрей Гаврилов считает, что музыкант — это больше, чем просто пианист. И не все, даже замечательные пианисты, имеют право считать себя музыкантами. Музыкант — и это не предел. Музыкант может стать художником. И к этим избранным он перечисляет единицы. По Галине, Листа, за ним только Рахманинова и Виктора. А кто же он сам, Андрей Гаврилов? Иногда короткие миниатюры говорят о композиторе не меньше, чем его полное собрание сочинений. Гаврилов рассказывает удивительные истории о себе и о музыке. Умеет и, как показалось, любит это делать. Причём рассказывают он сам и его рояль. В 1994 году, в разгаре очень занятой карьеры, каждый третий день, повсюду, там, тут, там, тут. Всё очень важно. Дочек, ромофон, диски, бизнес, деньги. Много. Всё. Надо ехать. Я жил тогда неподалёку от... Между Франкфуртом и Висбадном. У меня там была вилла, очень мельненькая, среди фермерских полей. И это не так далеко от Брюсселя. У меня был в этот вечер, в конце Брюсселя. Надо было ехать. Ну, на машине-то 40 минут было. И я просыпаюсь, и я вдруг чувствую, что сегодня в Брюсселе, а там королева, всё, там, тут же, там, не буду играть. Ничего не могу сам себе объяснить. Почему? Я не болен. Нет, всё нормально. Вхожу, попил кофе. А играть? Чувствую, что не буду. Ну, говорю своей тогдашней подруге, что не могу. Он сошёл с ума. В чём у него всё в порядке? Всё великолепно. Мы попили сок, сделали зарядку, поехали. Не могу. Почему? Ничего не объясняю, я звоню своему агенту туда и говорю, что извините, я не могу. Почему? Больной? Нет. Честно говоря, что не больной. Ну, тогда ты зажрался. Я думаю, что мне в какой-то момент очень стало скучно. Ну, скучно не в банальном смысле, скучно зевать, да, а в том смысле, что вдруг как-то как, как молния у меня высветилась в голове, мой предшествующий путь, дорожка, и последующий я потом, ну, как, что я увидел? Я увидел вот эту занятую карьеру, я увидел, как я топаю по этой стезе, как я покрываюсь морщинами, сединой, как празднует моё 50-летие, 60-летие, концерт Гебау, или там, или сям, 70-летие, слава Богу, если было бы. И вот потом я увидел, как некролог там, какой-нибудь дейли-телеграф, что скончался ещё один very fine musician. И вдруг мне стало так тошно от всего этого. Я так что-то сказал, я забыл просто. В принципе, я готов был умирать. Я даже съездил в Израиль, попрощался в Иерусалиме со всеми святыми местами. То есть, как Николай Васильевич уже я там, посидел на заре, сорвал цветочек, попрощался с землей обетованной. Ну, вот приеду. А уже пришло к тому всё, что сначала я что-то такое рыпался, много путешествовал, потом учил религиозную философию, очень долго сидел, проштутировал всю русскую религиозную философию. Флоренского, Василия Васильевича моего, обожаемого Розного. Розенов мне очень всегда помогал и помогает. Я с ним живу уже лет 15. И, кстати, Розенов один из таких философов, ну, не философ, он, конечно, так по большому счёту, а он более широкая понятия. Для меня самый гениальный русский человек, связанный с мыслью. И его надо мечтать, с ним надо жить, потому что он постепенно открывается. И вот когда ты достигаешь такой момент, когда ты можешь с ним просто поговорить, и уже знаешь, что Василий Васильевич более-менее тебе ответит, вот это вот замечательное ощущение. Вот где-то после лет 12-14, как я всё время был с Розеновым, я вдруг начал уже, он ожил как-то и стал со мной разговаривать. Были и путешествия, была и жизнь на необитаемых островах, и всё. Я искал, чтобы откуда, ну, человек же всегда откуда-то ищет, потому что мы же слабые, инфантильные. Я думал, что, ну, придёт какой-нибудь луч, и вдруг откроются у меня глаза, я прозрел, и увижу, куда мне надо идти, и что надо делать, нифига. Кончилось с тем, что я просто в каком-то году, в конце 90-х, в августе пошёл в кровать, а встал май. И луч на Вас упал? Не было ощущения, что вот пришла какая-то суфлёрская подсказка, нет. Но что-то забрежило, забрежило желание встать с кроватью. Что Вас вернуло? Что меня вернуло? Ну, как что меня вернуло? Желание жить. Оно проснулось. Я же, мы же, вот, уже коснулись того, что является, чем является медицией. Это и стиль жизни, и способ жизни, и единственный возможный вариант жизни существования. Субтитры создавал DimaTorzok